Всем привет! Давайте мы с вами сегодня приготовим необычный супчик, называется суп с клёцками. Все пропорции оставлю ниже под видео. Для этого супчика сначала нам нужно нарезать мясо кубиками, у меня говядина. Затем нарезаем лук, тоже небольшими кубиками. Затем для более яркого вкуса добавляем чеснок. Также нарезаем кубиками одну морковку. Нарезаем и подготавливаем картофель. И в конце нарезаем сладкий перец. В разогретую кастрюлю наливаем растительное масло. Отправляем в кастрюлю наше мясо и хорошо прожариваем в течение 3-4 минут. Затем, как мясо выделит свой сок, накрываем крышкой и готовим в собственном соку примерно минут 15. Спустя время к мясу отправляем лук с чесноком и обжариваем несколько минут. Затем кладем морковку с картофелем и тоже хорошо обжариваем. На этом этапе, если вы любите, можете добавить томатную пасту, но в этот раз я решила приготовить без нее. И в конце добавляем сладкий перец. Снова все хорошо обжариваем и заливаем водой. По вкусу солим и добавляем перец. Накрываем крышкой и варим до готовности. Для клеток в посуду разбиваем одно яйцо. Вливаем туда молоко. Солим по вкусу. Все хорошо перемешиваем вилочкой. Добавляем несколько ложек муки и снова все хорошо перемешиваем. У вас должно получиться тесто консистенция как у сметаны. Как только приготовится наш суп, обязательно пробуем на соль. Если соли мало, досаливаем. Затем берем наше жидкое тесто и с помощью ложки капаем наше тесто в супчик. Не добавляйте слишком большую каплю, так как клетки при варке увеличиваются. Учитывайте этот факт. Клетки готовятся очень быстро, буквально за несколько минут. Суп с клетками уже готов. Выглядит очень интересно и очень аппетитно. Наливаю в красивую посуду и можно уже подавать. Или же еще можно добавить немножко зелени. Здесь я добавила зеленый лук. И вот так выглядит супчик в конце. Обязательно попробуйте приготовить по моему рецепту. И не забудьте подписаться и поставить лайк. Всем приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok